Очередной молодежный форум по делу собрал в Дворце спорта города Видное всех тех, кому интересны встречи со своими единомышленниками в решении тех или иных задач. К примеру, День молодежи в этом году провели сами ребята. Олег Хромов подтвердил, что Молодежный совет муниципалитета и все те, кто принимал участие в проведении этого дня, отлично справились. Мы же провели его так, как задумывали. И самое главное, что мы, власть имущие, назовем так, меньше всего вмешивались в эти процессы. Форумы, которые уже проходили в Ленинском районе, собирали 100, 200 и более ребят. На этот раз около 80 активных, неравнодушных и целеустремленных молодых людей участвовали в дискуссиях, предложенных организаторами слета. Если этот парень-девчонка лидер в своем коллективе, в своем классе, в своем институте, в своем дворе, то он, выйдя сегодня после дискуссии на той площадке, которую он выбрал, он это лидерство перенесет туда, откуда вышел в свою среду. И, следовательно, он больше способен, чем какой-либо взрослый, донести свою точку зрения. На этот раз ребятам были предложены три дискуссионные площадки. Темы предложили ребята из актива молодежного совета при главе администрации Ленинского района. Название нашей дискуссии – диплом «Это билет в успешную жизнь» или «Новая подставка под кружку». Чем вызвана эта тема? На самом деле, тема является очень актуальной. У каждого из нас наступает время, когда мы определяем свой жизненный путь, свою профессию. Ищем то дело, на которое будут гореть глаза. Ребята, которые выбрали эту площадку, дискутировали о том, что же на самом деле важно – прочное знание или корочка, которые не всегда гарантируют трудоустройство, хорошую зарплату, карьерный рост. Диплом не всегда говорит об уровне твоего образования. Но стремиться к чему надо? И все-таки. Заниматься делом, которое тебе интересно, и этим делом приносить пользу окружающим и близким тебе. А знания? Знания, применять их, и для того, чтобы как раз и делать жизнь вокруг тебя и мир вокруг тебя лучше. Очень интересно для ребят была и площадка, где обсуждалось потребительское отношение к жизни. И как следствие – лишение себя всякой ответственности. Хорошо, что были какие-то споры, потому что каждый высказывал свою точку зрения. Мы пришли к тому, что потребительскому обществу не хватает именно благотворительности. А этим инструментом, благотворительностью, можно решить довольно-таки много проблем. На дискуссионной площадке Комуза присутствовали общественники, представители учреждений дополнительного образования. Затрагивая тему профессиональной ориентации молодежи, начальник внутренней политики Ленинского района Елена Якуничкина предложила создать совет наставников в помощь ребятам.